Гроши под идеи. У Гомельской области реализуется уникальный для Беларуси доброчный проект. Его организатор, Международный комитет Червоного Крыжа, принимает на разгляд бизнес-планы от беженцев из Украины и выделяет гранты на их реализацию. Для многих людей, которые приехали с горочных кропок в чужую страну, такая поддержка нужна, как Николи. Ганна Ковалева сострела с одним из первоможцев проекта и доведалась, как отримать международный грант. Еще пару годов тому Иван с сыном Алексеем и так же и шли по улицам города. Правда, не Гомеля, а инакие в Донецкой области. Когда же там почулись первые выбухи, шмадзетная семья у Сурьё задумалась об том, как назавсюды покинуть родный город. Гомель переехала в 2015 году. В год кем часе народилась еще одна дочка. Иван хопался за любую работу. С тягом часу стал отримливать финансовую подтримку от Червоного Крыжа. Но в души заусюды мог открыть столярную майстерню. Этой справой он занимался последние 20 годов. И за этот час обладал ее досконально. Выпадково доведался о программе подтримки микроэкономичных инициатив, мы это якуй допомогче беженцам из Украины открыть свою справу. Мужчина подал заявку на конкурс и не чеканно отримал установчий отказ. Был звонок вечером, да. Добрый для моих бизнес-план. Ну, эмоций было много, да. Потому что это очень большой плюс в семье. Но это очень большая помощь. Благодарность я проношу очень большую им за помощь, за содействие, за все. Дарычу семьи, у которых отримали такие же гранты, на Гомельщине уже больше за 40. Так и добраченный проект стартовал в Жнилне. Пронять уделу им пропоновалось и переселенцам с Донецкой и Луганской областей. Для этого необходимо было звернуться в отделение червоного крыша по месту жихарства, по прикладу написать бизнес-план и заяву. Когда все умовы выполнены, на реализацию предпромальницкой идеи автору выделяли 800 евро. Конкурс уже закончился, а организаторы ввестили об новой хвали приема заявок. И она протягнется до 10-го снежня. На разгляд уже поступило 15 бизнес-проектов. Сярод их, цыруль, неутымлику для живел, хлебопекарни и многое иншее. Данный проект реализуется только в Гомельской области. Это пилотный. Международный комитет Красного Креста выбрал нашу область, потому что здесь наибольшее количество переселенцев с Украины. Если опыт будет успешный, я думаю, что он будет успешный, он будет продлен на территорию республики, на другие области. Дарыча, эта форма подтримки беженцев не одина. Например, «Червоный крыш» при необходимости оплачивая беженцам медицинские послуги. Еще одна давняя форма допомоги в выделении так званых ваучеров. Одноразовые финансовые допомоги у помиры 100 рублей. При этом на одну семью может вылучаться и некольки ваучеров. В залежности от финансовых остановящих семей и ее складу. На этой гроши, как правило, набываются харчовые товары, предметы и еены и оденья. Так, только с початку этого года было выделено 6 тысяч ваучеров. Эту материальную подтримку отримали 510 семью.